Все решено! Спустя почти 4 года жизни в Канаде мы решили переехать из Монреаля в другую канадскую провинцию, в другой город. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Мы начинаем сжигать все мосты, которые нас держат с Монреалем, с провинцией Квебека. Мы продали уже наш дом, я снимал про него отдельный ролик, можете посмотреть классный дом, где я сейчас нахожусь с бассейном. И мы уже купили другой дом в другой провинции, там нет бассейна, но зато есть джакузи на улице. Пока что деньгами мы не обменивались, пока что все на бумаге, то есть обязательства о продаже и, соответственно, о покупке. Буквально на днях жена позвонила в школу и забрала наших детей из частных школ. Я помню, что обещал снять обзор. Чем отличаются частные школы платные от бесплатных, обязательно это сделаю. Сейчас такая суматоха и нет времени для снятия отдельных роликов на какие-то те темы, что вы просили. Но, с другой стороны, я планирую поменять немножко формат канала. Я, например, начал приглашать соведущую, которая вместе со мной будет выпускать ролики. Можете посмотреть ролик с Настей, она рассказывала о документах, которые вам понадобятся, если вы подаете на эмиграцию в Канаду по визе невесты. Я буду более подробно описывать всевозможные эмиграционные программы, как делал ранее. Я, конечно, помню о своем должке. Я расскажу о языковом тесте, который вам понадобится сдать для того, чтобы попасть в Канаду. И для этого я позову свою жену, потому что она прямо мастер в количестве попыток по сдаче IELTS. Ивана, привет! Также я планирую записать несколько интервью. Например, у меня в инстаграме постоянно получаю вопросы, что выгоднее построить дом или же купить готовый в Канаде. И я нашел архитектора, который расскажет об этом. Если вы еще не подписаны на мой инстаграм, подпишитесь обязательно. Ссылочка вот тут. Я там каждый день что-то полезное, интересное публикую о Канаде, и о жизни в Канаде, и о способах эмиграции. Также ждите еще одно интервью с девушкой, которая учится сейчас в Канаде на сфере красоты. То есть она расскажет, насколько востребованы всякие маникюры, педикюры, парикмахерские, и стоит ли обучаться этому у себя в стране для того, чтобы найти работу в Канаде. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропускать новые ролики. И еще, ребята, так как ролики на YouTube-канале у меня выходят не так часто, один-два раза в неделю, я рекомендую вам подписаться на мой Telegram, потому что я там тоже публикую полезную информацию и несколько чаще. Ссылочка тоже тут. И еще одно предложение. Вы можете оставить свои пожелания о том, какие ролики мне стоит снимать под этим видео, и я обещаю, что на каждый комментарий я отвечу в течение первых суток после выпуска этого ролика. Все, ребята, убегаю, нужно оформлять всякие эти ипотеки, страховки на дом. Пожелайте мне удачи, чтобы у меня все получилось с переездом. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поставьте там колокольчик, и до встречи в Канаде уже, наверное, через время в другой провинции, и ближе к лету я расскажу о причинах, почему мы собрались уезжать из Монреаля. Пока!